Сколько стоят билеты на авиарейсы, субсидируемые государством? Соискатели какого возраста стали востребованием у работодателей? Какой сегодня спрос на услуги по благоустройству огородов и дачных участков? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! В Татарстане увеличили количество субсидируемых авиамаршрутов. В этом году их будет 36. В перечень включили 25 направлений из Казани, 6 из Нижнекамска, 5 из Бугульмы. По большинству маршрутов запланировано по два рейса в неделю, однако не все из них будут круглогодичными. В частности, в список попали авиаперелеты из Казани в Самару, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк и Омск. На субсидирование полетов из бюджета республики в этом году выделят порядка 9 миллионов 600 тысяч рублей. Тарифы для пассажиров варьируются от 2300 до 10 тысяч 950 рублей. Напомним, что по данным Яндекс.Путешествий, многие казанцы решили отправиться в поездку по России на майские праздники. В среднем путешествие продолжится 5 дней. Стоимость авиаперелета из Казани по стране в майские праздники составила 15 тысяч рублей. Все больше и больше возможностей появляется путешествие внутри страны. То есть строятся новые отели, новые дороги, очень много сейчас железных дорог строится. Поэтому внутренний перевоз, авиаперевозка значительно динамичнее, чем на внешнее направление. Да, это связано с санкциями. Поэтому, конечно, внутреннему туризму быть и он будет развиваться. Тур-поток в Татарстан за последние 10 лет вырос в два раза до 4 миллионов гостей в год. Как правило, туристы приезжают в республику на три дня и тратят по 22 тысячи рублей. В эту сумму входит как проживание и питание, так и экскурсии и развлечения. Сегодня в Татарстане есть предложение для туристов на любой кошелек. К примеру, можно переночевать за одну тысячу рублей и перекусить за 400 рублей. Только за первые два месяца этого года Татарстан посетили почти 403 тысячи гостей. Больше половины туристов – это семьи с детьми. Татарстанские компании стали более лояльны к возрастным соискателям. В прошлом году такие граждане получили почти 13,5 тысяч приглашений на собеседование. Это на 266% больше по сравнению с 2021 годом. На втором месте по динамике полученных откликов от работодателя оказались соискатели в возрасте от 51 до 60 лет. Их стали звать на собеседование на 126% чаще, чем два года назад. На третьем месте – самые юные соискатели Татарстана в возрасте от 14 до 18 лет. Их стали приглашать на вакансии на 111% чаще. Кроме того, на 74% выросло количество приглашений, которые получили люди от 41 до 50 лет. Количество приглашений, которые работодатели республики отправили соискателям 31-40 лет, увеличилось на 30%, а соискателям 19-30 лет – лишь на 21% за два года. Однако наиболее востребованную работодателю категории все равно остаются люди 19-30 лет. В 2023 году на них пришлось 53% от всех приглашений на вакансии в регионе. На соискателей 31-40 лет пришлось 29% приглашений, 41-50 лет – 10%. Казанцы начали активно готовиться к дачному сезону. Спрос на услуги по благоустройству садов, огородов и участков в марте вырос на 91% по сравнению с логичным периодом прошлого года. По данным Авито, чаще всего горожане стали делегировать специалистам такие работы, как бурение скважин и колодцев, озеленение сада, установка и ремонт заборов, дорожное строительство и земляная деятельность. В частности, казанцы активно ищут мастеров по копке траншей, корчеванию деревьев, укладке садовых дорожек, плитке или асфальта. На фоне повышенного спроса выросло и число предложений от исполнителей по ремонту, установке заборов и навесов, а также мастеров по земляным работам на 62,39% соответственно. Кроме того, за год в Казани стало на 30% больше специалистов по скважинам и колодцам. Стоимость услуг мастеров подачного благоустройства за год в целом не изменилась, а на некоторые работы даже снизилась. Так, например, цены на установку и ремонт заборов и ограждений за год снизились на 43%. Единственная услуга, которая подорожала, это земляные работы. Более чем на 40%. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале «Татарстан-24» каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube-канал «Татарстан-24» в раздел «Новости экономики». До встречи.